Сегодня 17 мая, хороший день, солнечный, хоть и ветерок, но погода отличная. Хочу прокатиться в сторону Хортицы, там встречусь с Ромой, Ваней, дальше уже поедем кататься. Так, вот приехали в этот колодец местный, Рома, говорит, что он очень чистый, один из самых чистых в области. Стоит посреди поля вокруг, сейчас попробую. Глубокий он, да? Да, он глубокий, но он не вот ипал, а то она почти сейчас сверхотачивает. Глубокенький такой. Красиво здесь. Все зелено, такие цвета, здесь яркие. Вот подъехали в Запорожье, уже на Хортице. Сейчас поедем дальше, в самый углу всех достопримечательностей, какие-то солдатики вышли. Долго Ваню ждал, он запутался там, его ГАИшники остановили. Ну, все собрали, все нормально. Ваня, говори, куда ехать. Куда, прямо, наверное. Вот мы вот так вот встанем, и хуй кого выпускать будет. А на поселение куда ехать? Ну, как так? Я считаю, что там в конце будут падать. Сказали, что тут кинотеатр проезжай на него. Ага. Вот такую вот фигурку встретили. Да не знаю, надо сейчас кого-то нормально расспросить. Ну, вроде приближаемся уже, куда надо. Что-то непонятно. Что-то непонятно, никак не можем найти там, где жили казачки эти, домики их. Ну, короче, сечь Запорожскую. Так, Ваня, вот мы в течение двух часов, короче, колесим по этому острову Хортица. У нас каждый встречный, который мы просим подсказать, что-то обманывает нас. Уже бензина нет, короче, в баках. А заправок, естественно, на Спортице нет. Но все-таки мы, все-таки мы нашли это место. Сейчас мы туда войдем. Добрый день. Здравствуйте. Подождите. Мы слушаем вас. Значит, экспозиции уже закрыты. Ага. Потому неполную стоимость через Крыму. И сколько стоит? Ну, полная стоимость 18 литровая. А терминал есть у вас? Нет. Так, такой терминал. Так, ну вот нам настроение портит уже с самого начала. А? 9-9. Что? А, так это пожертвова, да? Да. Ну, это не за вход, а пожертвова. Так это принудительная пожертва у вас? Ну, да. А как может быть жертва принудительная? Как принудительная? Папа, мы приехали. Ну, написано пожертвова, правильно? Я точно. Да. Все правильно. Да. А вы говорите, что однозначно нужно платить? Наказать кусь не маму. Ну, если не говорите, то мы пошли тогда тихонько. Я же не говорю полную стоимость. Папа, что они там делают? Так при чем, мы торгуемся в плане объема пожертвований или что? Так выходит? Вы говорите, не всю стоимость там, давай, хоть чуть-чуть. Правильно? Так не годится. Это либо пожертвование, либо нет. Либо принудительная плата. Ну, раз нет, значит, мы погнали. Я говорю, ребята, ну, какой у нас порядок? Ну, я понял. Другой раз пожертвуем. Что? Что он говорит, не работает? А, вы с позицией. Корчма. Ну, прикольные, старинные сооружения с диодными фонарями оборудованы. Входим. Опа, казачок какой-то припарковался. Может, за объединили, если не было, если перетянутся, что не кисарям, а по столовкам. Ну, мы вам трошку олегу до моря, пробу, бара, граю. Ну, для ады, что не треба, мы вас так тягнем. Интересно. А кто это воет там? Прикольно. Вот так выглядит запорожская сечь. По периметру забор. Сейчас полностью обойду все это дело. Вон церковь довольно интересная. Вся из дерева. Бензина в баке уже совсем нет. Надо выбираться уже с этого острова. Заправиться на ближайшей заправочке. Ну, какой здесь уютный двор. Может, даже открыто что-то там. Короче, у каждого строения здесь своя определенная функция. Да, запорожская сечь. Сколько здесь водки выпито было. Горилки. Кружки. Конечно. Получилось. Ониuerя здесь. Давай. Сейчас. Главный козак вышел. Где 9 козакам? Женя, Женя, зажал 9 гривен козакам. Да, то хватит ему уже пухать этому козаку. Так, ну я так понимаю здесь что-то с тканью связано. Нет, чтобы точить, наверное. Точить? Может, да. Ну, короче, что-то старое устройство. Ох, царь моя какая. Вот тут козаки собирались, Богу помолятся. По 100 грамм жахнуть и давай друг другу морды бить. Потом за сабли и порядок тут на воде кругом. Кругом. Субтитры сделал DimaTorzok. красивые строения своеобразные конечно все отлично сочетается с торговлей красиво так облагорожено все аккуратно все пойдем дальше отъехали чуть подальше хочу на эту возвышенную залез посмотреть какой там вид вот фото корреспондент знакомый нам вот 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 в принципе поездочки доставай 07 с кофра детки так опасно довольно таки лазер вот опа я только отвернулся уже голубки фишка пригодилась а вот там 1 2 2 2 до а до мы до 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 купили покушать, ну вернее покушать не назовешь это. Цены оказались даже дешевые, чем в Павлограде, в Днепропетровске. Искали какой-то супермаркет с терминалом, потому что налички нет, зашли в какой-то лоток, ну обычный лоток, в принципе в центре города. Вот такое мороженое там, 350, короче, такие цены. Алкоголь, кстати, тоже, да? Сникерс дешевле. Будем сюда за сникерсом ездить. Ваня, троллейбус, троллейбус, Ваня. Да, в Днепропетровске таких нету. Мы попали в рай. Прекрасные сады, ручьи, фонтаны. Так, кто это такой? О, смотри, там мутки даже плавают. Надо шлем снять, а то говорить неудобно. Вон уточки плавают прекрасно. Красивые здесь места. Это центр города. Довольно приятно. Такое ощущение, что тут действительно как-то почище, поаккуратней, более культурно все. Вот, сравнительно с Днепропетровском. Ну вот, ни одной бумажки ничего нет. Так, кто это? Святослав Игоревич. Вон там детская площадка, дальше. Сейчас мы где-то здесь перекусим. Мороженое меня не удовлетворило. Сейчас будем питаться. Там Ваня что-то ходит, никак не может собрать нужный материал для своего репортажа. Я тоже пытаюсь, что-то наказал. Сейчас еще сам тефть лежал. Так, ну приступим. Путешествовать хорошо, конечно, кушать мороженое, но пора. Так, давай, пейзли. Ты будешь хава? Дай же хава. Хадашь хава. Хадашь хава. Хадашь хава. Хадашь хава. Хадашь хава. Тут уже побольше. И тут плюс пила. Я знаю. Пила и шкуратерка. Ну, бля, говном воняет, сука. Но все равно кто-то для насрет. Ну, мы сели как бы в кустах. Антоша, наверное, здесь. Птичка. Птичка ходит. На. Давайте подведем итоги нашей сегодняшней поездки. Ваня, тебе слово. Мне кажется, запорожье отлично. Ну, маловато достаточно времени. Я думаю, что Хортица подходящий к острову именно для продыха с ночевкой. Территория довольно большая. И такая дикая, безлюдная. Ну, там, если подальше зайти. Много разных тропинок, дорожек. Короче, как большое-большое село. Со своими лесами, там, полями. Да, поэтому потери. Ну, единственное, если подойти место, чтобы оно, как-то, с водичкой было рядом. Я так понимаю, там везде спуск. Ну, суки, я прыгну. Ну, может быть. Ну, мне тут нравится. Вообще, город произвел впечатление более аккуратного, чистого. Мы с людьми как бы не общались. Ну, у кого не спрашивали, все там. Подсказывали, всем помогали. Конечно, подсказывали так, чтобы мы два часа искали. Ну, и сегодня праздник. Половина людей выпущена. По ценам тоже. Зашел, выдал лоток. Все дешевле. Очень уже хочется поехать на море. Продолжение следует...